Всем привет! Сегодня продолжаем начать на комментарии. Точнее, сегодня уже записала часик, но этот решил, что визу нужно разделить. Просто тот часик был с утра, сейчас уже день. Это самое сейчас, я сына спать уложила. Можно еще немножко подчеркнуть на вопросики. Итак, поехали сразу уже, не будем времени тратить зря. Этот мой комментарий уже ответили. Поехали дальше. Какая у вас программка? Это фотошоп, да, это фотошоп. Фотошоп различных версий. Так, как я понял, 109 и 110 главы уже готовы и нужно только залить. Ой, да, это была такая проблема, это самое. Эти главы были готовы, их надо было только залить, это самое. У меня прям не было доступа до компьютера. Этот момент, который, это самое, это был какой? А, это был декабрь, вот. 14 декабря 2021 года. Я была уже на последнем сроке беременности, там буквально пару недель, я должна была уже рожать. И мне как-то все было не до этого. У меня это самое, плюс еще вот эти вот в конце беременности очень хреновно, на самом деле, себя чувствуешь. На самом деле, вот эта вся беременность была очень такая, знаете, какого, болезненная. Прямо это, там было буквально пару месяцев, когда я себя более-менее нормально чувствовала. Вот сентябрь-октябрь, это, получается, второй триместр был, конец второго триместра, это самое. И в это время я более-менее нормально себя чувствовала. Но мы тогда планировали поездку в этот самый, в Диснейленд, это самое, ребенку старшему хотели устроить. Ну, прежде чем миражу, потому что, когда я родила, то уже вряд ли, по-моему, когда мы смогли поехать. И там я все, там, продумывала, как, куда пойти лучше, как, там, что забронировать, там. Короче, я вот это время использовала для того, чтобы располнять эту поездку, ну, и, в конце концов, саму поездку, так сказать, осуществить, да. Вот, и еще плюс у нас еще дача была, я еще на даче там немножко пыталась как-то там, это самое, сделать, ну, что-то поделать на даче осенний, вот, так сказать, сезон закрытый дачный. Вот, так что это самое. А так я вот как заберевенела в мае, или когда я там сперва, апрель, май, май, по-моему, был, 20, май, 20, 21 года, я вот заберевенела, и у меня просто с первой же недели, то есть я даже еще не знала, что я беременна, я съела какую-то фасоль, ну, это самое, ну, я там, что-то там работала, работала, включая, тогда я еще делала практику одновременно. То есть практика, у меня была 8 часов практика, потом домой приходила. Иногда было так, что я делала, на дому это делала, и вот в этот, в один день я как раз-таки на дому это работала, я с утра ничего не кушала, это самое, ну, надо было что-то пообедать, с этого холодильника, там только это с фасолью такая, с ручковой фасоль, свеженькая, от кого, думаю, классный, это самый полезный обед у меня будет, да, сейчас. Устроился я такой полезный обед, поел эту фасоль, и, блин, меня мутило, еще пару суток после этого мутило сильно, я просто не знала, что, тошнит и тошнит, и тошнит, и тошнит, я не понимала, что в чем прикол. Потом выяснилось, что я беременная оказалась, да, в этот момент уже, и это был ранний токсикоз, и еще вот на ранних токсикозах вот эти бобовые, они очень сильно вот могут вызвать эту рвоту, и это был триндец на самом деле. Вот как вот я в тот момент, как начала тошнить, я просто, я просто сама не замолкала, мне тошнило постоянно. Я зубы чистила, меня тошнит, я воду пью, меня тошнит, я ем... Сегодня я съела этот самый суп, это самый гороховый суп, допустим, нормально было, завтра я съем тот же самый гороховый суп, мне просто вливать от него хочется, прям с первой же ложки. Это был ужас на самом деле, я просто такое... Меня спасало только то, что я спала, то есть я пыталась как можно больше спать, спать, спать. Партика у меня закончилась в конце мая как раз-таки, это слава богу, что это самое, что я не так много это самое сидела еще там в офисе, потому что я бы, наверное, не смогла бы все это лето потерпеть еще в офисе, посидеть. Да. Месяц в офисе я еще туда просидела, все нормально, а потом это просто был кошмар на самом деле. То есть все лето меня обливало, потом осенью вот это самое, мне чуть-чуть полегчало, силы немножко появились, это самое. Второй триместр считается, какой-то самый такой плодовитый, подъем сил и так далее. Вот в это время... А, еще, конечно же, это самое за, ну, как бы, подготовка к рождению ребенка тоже меня в этот период прошла, то, что я закупила все, что мне нужно было. Тогда еще этот самый Вал Берес продавал, ну, привозил вещи в Германию, представляете? В Вал Берес открыли, это самое, окошко, доставку до Германии, и я некоторые вещи заказывала тут, допустим, стиральный порошок тоже детский, допустим, здесь есть стиральные какие-то порошки детские, но они какие-то, какие-то, ну, не знаю, какие-то не такие. Вот я в уши-оство няне там накупила много, и вот они все привезли там. Постельное белье тоже самое, но какое-то простенькое такое самое, ну, и красивые, в общем, такие рисунки, да. А здесь они такие дорогущие, и там в основном всякие там какие-то принцессы, либо эти какие-то машинки, ну, какое-то такое, знаете, разнообразие какое-то небольшое, вот эти в текстилях детских, по крайней мере. Ну, короче, это самое, закупилось много чего для ребенка там, вот в Вал Берес, мне этот заказ пришел, и это самое, и когда уже в декабре, кстати говоря, там пошла какая-то фигня, и все, в декабре последний заказ сделала, он мне еще пришел, а после этого, когда люди заказывали, там уже не приходили заказы, там пошла какой-то, это самое, кто-то там что-то взломал, все эти самые заказы когда-то растворились, это самое, неизвестно, там пошла, ну, дошла до послука или нет, то есть это самое, все заказы, которые были сделаны после, они, это самое, ну, пришлось делать какие-то возвраты, причем неизвестно какие, ну, какой, включить там у них была большая заморочка, кто может помнит, кто в курсе этих событий, да, и в России тоже самое, там было эти проблемы с этим, со взломом Валберрис, вот, а в Германии Валберрис так и не восстановился, то есть там потом тут же, вот, 22-й год, январь-февраль, в феврале начинается спецоперация, и это самое, и начинаются санкции, и Валберрис так и в Германию к нам и не вернулся, так что, да, так что теперь у нас доступ к Валберрис, к русским товарам закрыт полностью, вот, это я к чему говорила, а, то, что вот это самое, это вот, вот, я, подготовка была вот эта, сентябрь-рекябрь, у меня была подготовка вот в поездке, плюс еще подготовка к рождению ребенка, и, а потом начался третий триместр, а там начинаются уже другие фишки беременности, и тоже они такие жесткие были, я когда с первым ребенком была беременна, просто, вообще, все было идеально, мне вообще ни разу, мне там, один раз мне, за это самое, за всю беременность это плохо стало, как бы, да, я съела какую-то жирную курицу, мне тошнило, когда один денечек, и все, как бы, но, а всю беременность просто-напросто, вначале еще было немножко токсикоз, но меня ни разу не вырвало, то есть был токсикоз какой-то легкий, Я ела какие-то там сухарки, кусочки сыра, и в принципе, как бы, меня ни разу не стошнило даже от этого токсикоза. А в этот раз с этим, со вторым ребёнком, это было просто кошмар какой-то. Вот в 3-4 раз он начался, это самое снова пошла, это ташнота постоянная, да, вот это вот. Чистить желудок по утрам, я чистила желудок по утрам, там более-менее так быстро-быстро почищу, чтобы это, чтобы это... Если я сблевану, то хотя бы не едой сблевану, а желчью, то есть там пустой желудок, получается желчью, то есть тошнило нормально. А вечером я уже не чистила, потому что надо было, ну, надо было хоть что-то вверхнуть в себя, чтобы это что-то там меня переварило, чтобы и мне что-то досталось, и ребёнку что-то досталось, да. Если бы я почистила зубы, я просто-напросто весь этот ужин мой, там, возможно, обед, это самое, он бы весь вышел и это самое. И чем бы это питалось в конце? Капельницы, скорее всего, скорее всего. Потому что есть даже женщины, у которых так всего-то настолько сильные, что они просто-напросто ничего не могут есть, их сразу блюёт. Вот, они попадают в больницу, их ставят там под капельницу и кое-как там их откачивают, чтобы хоть как-то какое-то питание там пошло. Вот. Мне, слава богу, не настолько всё было плохо, но было плохо. Потом ещё дальше там всякие изжоги, боли в спине, боли в тазу, ходить сложно, хочется постоянно спать, хочется писать, хочется... Вообще там ужасно эта беременность такая прошла, то, что это, ну, кое-как какие-то силёнки там находила, там, что-то на какие-то последние какие-то действия. Но ни на что другое как бы не хватало уже сил. Так что вот, да, это самое. И в декабре, получается, я вот это видео записала, это самое, сказала, что там, это, мне скоро рожать. То есть я думала, что, опять-таки, я пыталась, так сказать, сравнить, что я думала, что будет так же, как и с первым ребёнком. С первым ребёнком мне было, я это, полгода я с ним, считайте, не высыпалась. Потом, значит, он, в полгода он уже ночью спал по три часа, потом всё больше, больше, больше. То есть и к году, когда ему было годик, это самое, он уже спал всю ночь напролёт, сиську уже не кушал, и я могла сама выспаться, и у меня было много свободного времени, я была выспавшаяся, я была как бы более-менее отдохнувшая, да, как бы. Ну, там, конечно, сложности свои какие-то были, но, в принципе, я чувствовала себя более-менее нормальным человеком, когда ему уже годик был. И с этим же, с Данечкой, да, с моим старым ребёночком, ненаглядненьким, он буквально в апреле, то есть два, почти с половиной года, он сосал сиську ночью в том числе. И это было, на самом деле, кошмар, я никак не могла его отучить, у меня такие-то истерики были, у меня просто это самое... Ох, я думала, что это никогда в жизни уже не кончится, потому что... Не, я знала, что это должно кончиться, но я просто не понимала, когда, ну, когда же это кончится, это вот откормление по ночам. Это постоянно недосыпает, это очень сильно выматывает, на самом деле, это ужас, на самом деле. Вот. И поэтому я как бы до сих пор не села за компьютер и не выложила те самые главы. Более того, я там был, у меня с тебя переехала, ездила уже с маленьким Данечкой в Россию там, то есть какие-то файлы у меня были на ноуте, а этот ноут я там в России продала, старый свой ноут. Почему в России продала? Потому что это самое, там, он русскоязычный, этот ноутбук был, там, ауклатура русская, да. Я его там продала, и у меня такое ощущение, что часть файлов от этой манги, они там, ну, как бы, я там всё села, по идее, но, по-моему, они там остались, я типа копию не сделала. И я вот, я просто как-то раз садилась на компьютер и пыталась найти вот эти вот главы, которые готовы там были полностью, и я их не нашла, честно сказать. Я думала, может, они где-то на диске. Мне кажется, они должны быть где-то на компьютере, ну, когда надо про это сеть кардинально, и все, все флешки перепроверить, все эти самые, все диски перепроверить, где я только могла их там запихать. Потому что последние вот эти главы я делала, как-то, знаете, когда появился момент вот эти вот, когда не тошнила тогда, я быстренько садилась за компьютер, либо за ноутбук, там, ну, что под рукой было, там, как бы, и это самое, и делала там, тайпы, там, зачищала что-то такое. Поэтому, где конкретно эти главы готовые находились, я, честно, не знаю. Есть вариант, что они были на том компе, который я продала. Ну, там, то есть, получается, все стерто. Вот, так что, да, если я их и найду, ну, если, я даже не знаю, это самое, по-моему, там уже перочки другие появились, то это самое, что эти главы там уже залили. Я не знаю, продолжает ли там перевод этот дальше или нет, и буду ли я продолжать этот перевод или нет. Время покажет, короче. Я, конечно, не очень хочу возвращаться уже к манге, потому что, ну, я уже говорила, что хочется как-то дальше двигаться уже не в это самое, не в бесплатной, так сказать, в сфере что-то делать, а уже что-то за деньги, так сказать, получать. Возможно, буду себя как инфо-цыганом какими-то с нами, да, инфо-цыганом, в смысле, буду подавать какие-нибудь уроки по тому же дизайну, по тому же фотошопу, по тому же, как он называется, тренинг. Сейчас, знаете, что я сейчас изучаю? Как, как, как бы, как-то сформулировать там. Короче, как команду сделать более креативное, что-то в этом духе. Вот, типа, коуч по креативности, что-то в этом духе. Возможно, я таким каким-то делом займусь. Посмотрим еще, в какой русл мне это приведет. Пока что я отвечаю просто на комментарии. Ладно. Это был такой краткий экскурс в предыдущие пару лет, что за мной было и почему главы до сих пор не выложены. Ладно, там, удачи вам. Да, спасибо. Удачи мне там понадобилось. Я пришел сюда, чтобы узнать, как создавать линии по цвету фона. В местах, где фон многоцветный или что? Я пришел сюда, чтобы узнать, как создавать линии по цвету фона. Линии по цвету фона пипеточкой. Я, честно, даже не очень поняла, что конкретно тут спрашивается. Если бы какой-то примерчик, это самое, я бы показала бы, да. А так, под линии по цвету фона. Но, скорее всего, вы берете пипеточку, кликаете этот самый цвет фона, выбираете, который вам нужен. И рисуете либо кисточкой, либо это самое, как называется, ручкой такой линии. Этим самым цветом. Да. Я просто не очень поняла. Если был бы какой-то пример наглядный, я бы более лучше, наверное, ответила бы на ваш вопрос. Так, далее. Когда я слышу zero или zero, то мне кажется, что это нуль на английском. Не могу сказать ничего в вашем восприятии. Это всегда очень индивидуально. Но если мы берем японские слоги, то дзи записывается кириллицей и произносится на русской речи как дзи. Си, я не поняла... А это вот си. И непонятно, какие тут могут быть проблемы. Есть правила, система Поливанова. Что сложного? Также напомню, что в русском нет слова zero. Есть заимствование от английского zero через е. Оно и означает ноль. Zero, zero. Zero, zero. Ну, я как бы и zero слышала. Zero, hero. Это самая даже песенка из мультика Киркулис. Zero, hero. Как-то так она пелась. Ну, это самое. Это опять-таки возвращаемся к теме Поливанова. Поливанов или не Поливанов. Ну, ладно, давайте оставим как есть. Я просто не знаю, что-то еще должен добавить к этому. Зачем я смотрю это, если я тайпер? Видимо, потому что все-таки интересно рассказываю. Надеюсь, по крайней мере, на это. Либо он говорит, зачем я эту херню смотрю. Я же тайпер, нахер я эту херню смотрю. Ну, тогда ладно. Видите, какое-то самое... Жалко непонятно по эмоциям, что тут... С какой эмоцией человек написал. Дальше. Спасибо большое за текстуры, которые были на облачке. Когда такие текстуры, как на облаке, большие, так же штампом лучше работать. Или все-таки иногда лучше с помощью выделения брать куски. Никак не могу понять. Большое спасибо, что сняли так много роликов. Удачи вам в новом году. Спасибо за удачу. Смотрите, вот эти текстуры на облачках. Как вам удобнее, так и делайте. То есть я еще хотела сделать, показать третьими. Это с помощью масок. Есть в слоях это самое, так как на облачке сделать маску. То есть надо выделить какую-то область, вот это того же самого облачка, и его как бы замаскировать. То есть в этой маске будет у нас узор такой. Это тоже довольно-таки такой удобный такой способ, если у вас это большие как раз-таки объемы, которые нужно сделать текстурой. Вот. Бывает такое, что это даже намного удобнее, чем восстанавливать вообще всю текстуру штампером. Ну там бывают такие моменты тоже. Главное, там нужно выделение правильно сделать. Но я это хотела сделать более в поздних уроках, я этого не доделала. Но, скажу честно, если я буду делать вроде по фотошопу, а я все больше склоняюсь к тому, что я их буду делать когда-нибудь, я обязательно расскажу, как это с масками делать. И, возможно, даже возьму пример из манки, потому что там очень много очень ярких примеров можно сделать. Ну, как бы, ярких, например, например, можно сделать. Так что это самое. С масками я еще покажу, как, что показывать. Давайте сразу запишем маски. Маски. Это я просто записываю. Я как бы и так собираюсь записать, да, получается. Просто записываю, что как бы в первую очередь нужно будет записать, что как бы людям интересно. Далее. Вы, моя воспасительница, обожаю вас, спасибо. И вам спасибо за такие слова. Если я правильно поняла причину, почему вам не нравилось тапить в новых версиях фотошопа, в том инструменте перемещения, нужно брать галочку на автовыбор. И этот комментарий, как у меня выскакивает, не всегда почему-то, а иногда выскакивают эти сообщения, что вам пришел комментарий какой-то. И этот комментарий, как раз и этот комментарий, я его прочитала, когда он выскочил, я проверила, реально там есть этот самый квадратик, где стоит галочка автовыбор. Убираешь эту галочку, и все, проблема решена. И больше он не хватает, что попало, а остается на том слой, который ты выбрал. И это на самом деле было такое спасение для меня, потому что я думала, ну как так, неужели мне приходится работать постоянно в старых версиях фотошопа. И самый прикол в том, что в старых версиях фотошопа тоже есть такой этот самый квадратик, где можно поставить галочку такую. То есть, вот, хотя, возвращаясь к теме про версии фотошопа, вот смотрите, вот вроде как такая небольшая деталька, да, но все равно это какое-то различие получается. То есть, версии могут различаться вот даже вот такими небольшими деталиками, потому что, мол, в старых версиях вот этот вот автовыбор, это он по умолчанию не был включен, а в новых версиях автовыбор был включен по умолчанию, да. То есть, вот в этом может быть различие новой версии, даже такие какие-то детальки. Поэтому особо гоняться каждый год за новой версией не обязательно в конце концов. Вот. Спасибо огромное человеку, потому что, действительно, я это с собой, как бы... Я знала, что где-то должна быть такая штучка какая-то, чтобы это убрать, но вот я никак не могла ее найти, никак не было время найти, чтобы... Я не могла найти время, чтобы найти эту штучку вот так вот. А человек не подсказал, и было очень здорово. Спасибо большое. Здравствуйте. С какого возраста вы берете клинеров? На тот момент я уже никого в клинеров не брала, ни в клинерах, ни в снайперах вообще никого больше в гормана не брала, потому что я уже была не в... Ну, все, уже не при делах, так сказать, да. А так, я уже говорила, что клинеры... У каждой команды, конечно, свои требования, но я считаю, что даже лет с десяти можно уже, в принципе, как клинером становиться, да. Попробовать себя в качестве клинера. Это зависит от того, какая команда, ну, захочет ли она иметь дело с малолетками или нет. Спасибо большое. Я начинаю сетапер, и мне очень важны ваши уроки. Но можно вопрос. Вы же делаете в фотошопе, он платный? И платный ли он? Да, я делаю в фотошопе. По сути, он есть... По сути, он платный. Абонентская плата ежемесячная, там, довольно-таки большая. Но можно схитрить немножечко, да, и это самое, найти его в пиратской версии. Уже с таблеткой, так называемой, выличной. А какого года у тебя фотошоп? Скажи, пожалуйста. Ой, господи, я, честно говоря, на тот момент я уже не помню, какой у меня был фотошоп в старой версии. И был у меня в C6, это довольно-таки старый, 2000, не знаю, какого там года, 2008, нет, 2010. Я не помню, C6 на какого года. Дальше была версия 2013, по-моему, года. 2018 года у меня была версия. Сейчас у меня, по-моему, 2020 стоит версия. И вот, если я сядусь на компьютер, то я его потом обновлю до версии 2016 года. А так, да, тогда было 2013, 2018. Вот, по-моему, такие у меня версии были. 2015 я скачивала. Нет, я, честно говоря, уже не помню, какие там были версии. Но это, в принципе, не суть, как важно. Они, в принципе, они все очень похожи друг на друга. Нет, большие отличия, это в основном в алгоритме, да. Допустим, в старых версиях вот эта заплаточка, она работала вообще отвратительно, на самом деле. Даже это самое, даже говорить не надо было в старых версиях фотошопа, потому что она ужасно работала. Сейчас этот алгоритм фотошоповский, ну, замещать вот эти вот места с заплаткой, убирать объекты ненужные, да, там есть, допустим, частенько, допустим, поступают запросы, там, знаете, у кого есть те, кто работает в фотографиях, им поступают запросы, допустим, убери, это самое, лишних людей на фоне, которые там, ну, композицию фотографии, так сказать, нарушают. И просто-напросто берете заплаточки, выдели все, этот самый, этот персонаж пропал. Там все как бы замазалось само фотошопом. И это самое, и так как это очень востребованная функция, то над алгоритмом этой функции работают эти разработчики хорошо. И в новых версиях она очень хорошо, на самом деле, работает, и, ну, многие детали можно вот именно с заплаточкой закрыть. Необязательно работать только со штампом. Вот. Так, поехали дальше. Какой версий? Так, удачи, спасибо. Это тоже вот к этому, к этому, к новому году, к рождению ребенка мне удачи. Спасибо. Можно название шрифтов на видео. Эх, это вот сложно. Это самое, название шрифтов на видео. Знаете что? Название шрифтов на видео. Ну-ка, дайте как-то пробуем кликнуть. Ай, там будет видно, не будет. Давайте звук выключим. Просто мотаем чуть-чуть вперед. Когда я делаю видео, вот, вот здесь у нас есть, стоп, вот, допустим, видите, я, допустим, нажимаю на слой, и вот тут, вот, вот в этом месте написано название шрифта. Это, допустим, браш-тайп, господи, увидеть бы его еще, браш-тайп, по-моему, да? Ну-ка, можно сделать на это самое, качество повыше. У меня будет тут повыше качество или нет, интересно? Ах, не особо, браш-тайп, ну ладно. Ну, короче, название шрифта можно увидеть либо вот здесь, вот в этой, в этой стучке, либо же вот тут еще то же самое, название шрифта можно увидеть. Если вы, если вам сильно надо, то вот посмотрите вот на эти места. Вот это, допустим, DS-GOOS, вот это вот, вот это вот тук, это DS-GOOS называется, шрифт. Вот, это что касается названия шрифтов, если вы какие-то ищите. Как здорово, спасибо, что так подробно. Звуки, обводка, внутренние тени, что, как делать? Пожалуйста. Я очень любила такие примеры со звуками делать, потому что они такие необычные, это не просто какой-то тайп, там, в облачке тексты, а что-то такое эдакое всегда. Привет, можно задать вопрос, ты фотошоп купила или где-то скачала? Просто хочу скачать бесплатно, но не знаю где, на торрентах ищите. Google вам поможет. Пишите название фотошоп и потом торрент, и вам дадут несколько ссылок, где-то можно скачать. А с фото... фото-пиа можно работать с помощью телефона? Честно говоря, я даже не знаю, что такое фото-пиа. Какой-то акцессчик, мы сейчас быстренько загуглим, что такое фото-пиа. Фото-пиа. Онлайн фотоэдитер. Ну, судя по названию, вряд ли фотоэдитер. Надо проверять это самое. Ну, по поводу приложения телефона, я уже это сказала, запишу видяшку. Как только закончим, кстати, с комментарием, я запишу видяшку про это самое. Какие приложения годны для клина с телефона или планшета. Какой там был сайт? Ух, тюотайп, история шрифта, аниме Эйс. Какой там был сайт? Ух, надо посмотреть, о чем начнет речь конкретно. О, про какой сайт я там что-то говорю. Так, сейчас я это запишу, аниме Эйс, аниме Аси, сайт. Это надо переставить видео и вспомнить, что я там не уйду. Я пока открою в новой вкладке и в следующее видео отвечу на этот вопрос. У вас фотошоп CS6? Был CS6, да. У вас просто потрясающий полезный канал. А вы можете подсказать, что делать, если буквы с подсветкой закрывают почти всего человека? У меня нет перевода, чтобы примерить, как будет. Ну, если нет перевода, значит, нужно его сделать, в конце концов. Потому что такие вот сложные моменты без русских букв реально сложно, это самое. Если нет перевода, ну, если вы в команде работаете, попросите тайпера, попросите переводчика вот хотя бы вот эту одну фразочку перевести и затайпить, да, потому что, ну, там сложный клин, да. Прежде чем клинит дальше, попросите их так сделать. В конце концов, они тоже люди, они должны войти в ваше положение, это самое, понять, что это самое, что... Потому что вот эта вот работа, да, когда вот клинит все это там, все это прочищает, все это там дорисовывает, а потом просто-напросто всверх это вот так плух, вплюхивает какой-то текст, и все труды вообще какого-то не видно даже за этим текстом. Вот становится немножко обидно, на самом деле, что это вот ты так работал, там старался, каждую детальку там прорисовывал, а это все было напрасно. Вот. Что делать с подсветкой закрывать? Ну, то да, это самое, это лучше текст сначала вставить, тексту поставить подсветку и уже смотреть, что там вылезает из-под него и его заклинивать. Это самое, так что если у вас нет перевода, то попросите команду сделать перевод, либо сами, если вы сами по себе работаете. А как клинит текст на прозрачном бабле? На прозрачном бабле это самое, то есть все примерно то же самое, из той же категории. Если там сложный какой-то рисунок, сначала вклейте тайп русский, и уже все, что выглядывает, начинаете зарисовать. А это самое, если простенькие, то там какой-то там скринтон, или что там, духи там виднеются, то штабиком зарисовывайте вот эти вот такие буковки все, и дальше уже работайте как обычно. Так, а где можно сам оригинал манги найти? Это я уже говорила тоже, у нас в интернете есть отдельный ролик по этому, где искать оригиналы манги. Здравствуйте, я вот собираюсь переводить комикс, я думаю, что разницы такого не будет. Вот решила ознакомиться с видеоуроками, но здесь у меня небольшая проблема. Но есть на одной страничке часть, где куча слов, а на заднем плане картинка, то есть не какой-нибудь однотонный цвет, а картинка, если точно, то открытый блокнот. У меня возник вопросик, этот фон нужно обвести, не так ли? Этот фон нужно обвести, не так ли? Или можно немножечко смухлевать и зарисовать эту часть? Объясните, пожалуйста, что нужно сделать. Это в то же самое, из той же самой категории. Сначала впихаете русские буквы на это место, которое нужно затылить, и смотрите, какие английские кусочки букв вылезают. Их стираете и пытаетесь дорисовать картинку вот в этом месте. Бывает такое, что приходится немножко самому додумывать, но старайтесь как бы не изыскно что-то там придумывать, да? Потому что это обычно такое место, которое не особо важно для повыставания. Возможно, это не совсем правильно, но есть инструмент, который заменяет пиксель на пиксель рядом. Будут погрехи, и тогда нужно подрисовывать будет. Да, этот инструмент, он типа как закладка работает, только там нужно режим немножко поменять. Это самое... Тоже можно этим воспользоваться. Ну, как бы... Это почти то же самое, что и штампик, только вот с заплаточкой. Знаю, какой конкретный рисунок. Если прорисовывать надо какие-то детальки, то лучше вот ручечкой, кисточкой тоненько прорисовывать. Если же там просто какой-то скринтон, то скринтоном, штампиком, с заплаточкой, все это делается. Так, 2022 год. Решила заняться клином. Мне кажется, вот эти вот... Про заплатки я точно снимала видео. Так что, если вам интересно, посмотрите, поишите у меня видео про заплатку. Или про работу со штампом. Да, тоже примеров много довольно-таки с этим, как со штампом работать в таких вот местах. 2022 год. Решила заняться клином. Ну вот, уже 15 минут. Могу ли я работать? Ну вот мне тут... Ну вот мне тут же 15. Могу ли я работать? Немножко это самое некроматное написание, но я противопрям. Но мне тебе 15 лет. Могу ли я работать? Можете, главное, чтобы вас куда-то взяли. Если никуда не возьмут, можете самостоятельно заниматься этим делом. Но вам придется заниматься не только клином, но еще и тайпом, и переводом, и всем-всем-всем остальным. Хотя, в принципе, это самое мелочи остаются. Спасибо вам большое. Я многое узнала из ваших уроков и, надеюсь, смогу уплатить это в своих работах. Желаю вам успехов и платформы работы. Спасибо и вам тоже. Надеюсь, у вас роды прошли хорошо, дела идут нормально. Ваша мама смогла здоровье подправить, и вы к нам вернетесь. Да, кстати, это самое. Роды прошли. Сойдет. Роды как у меня прошли. Мама моя здоровье смогла подправить, потому что... Смотрите, у нас там, кстати, такая была, что с января месяца, то есть 2021 год, январь, месяц, где-то в конце января, моя бабушка, моя бабушка, да, она упала, она поломала ногу себе. У нее до этого была поломанная рука, а теперь еще поломанная нога получилась. То есть, рука она поломана, ну, как бы, она могла ее шевелить, но это, ну, не очень хорошо. Вот. И, а тут еще поломалась нога, получается, она лежачая. По идее, как бы, есть шанс к восстановлению, но ей сколько было лет-то? 90-ку, скорее, сколько ей было. 93 года, если было, когда она это самое... 92-93 года, по-моему, так вот ей было. Это самое, или... Да, 92, по-моему, года было, да. Короче, это самое, она 28-го года рождения. Надо считать. Она родилась в 1928 году, и в 2021, пожалуйста, посчитайте сами, сколько ей там было лет. Короче, в январе она вот упала, поломала ногу, она стала лежачая. Какое-то время она лежала в больнице, там операцию ей сделали, это самое, и должно было все это заживать потихонечку. Что бабушке было там, помимо того, что там больно было ей, так еще она ходить-то около не могла, то есть надо было за ней ухаживать, там 2-4 часа в сутки надо было с ней сидеть, уход был, нужно был такой. Плюс еще у нее начался этот самый деменз. У нее как бы и до этого были такие замашки демензовые, да. Ты кто-то украл мои тряпочки, ну, кто-то старые тряпки, которые там вытирают, там, посуду, не знаю. Кто-то их выкинул, положил новые, а бабушка, вот у нее, как приписывала, кто-то украл. Ее эти тряпочки, все. Кто-то вот украл ее трусы, хотя трусы лежали в это самое, в стирке в этот момент. Ну, короче, у нее были такие замашки, а вот после вот этого случая, видимо, там и стресс, и этот наркоз, то есть, это подвлиял. У нее, короче, совсем клюша поехала, и там маме моей, конечно, было очень тяжко за ней следить. Мама моя, получается, переехала на какое-то время к ней, жила, ночевала там у нее, ночью свадь вообще кого ни хрена не давала, потому что бабушка, она там, она днем, это как бы дремала постоянно бабушка, и ночью, это самое, она просыпалась. 15 минут, проснется, 15 минут, проснется, вот так вот у нее такой режим. Мама, я, конечно, там чуть с ума не сошла, в таком режиме. Мы ее там заменяли, я на выходных с бабушкой сидела, ну, днем, получается, то есть, у меня этот самый старший сын, сама я еще, я, потому что я еще не была беременна пока что, только планировала забеременеть. Вот, со старшим, старший сын в школу ходил, допустим, мы по выходным приходили к бабушке, пытались как-то ее развлечь, там, поиграли там в карты, поиграли там в лото, пообедали там вместе с ней, вот. Ночью пару раз муж оставался, это самое, ну, чтобы маму как-то сменять, сменять мою, оставался мой муж, потом еще дядя там оставался, то есть сын моей бабушки тоже там оставался на ночь пару раз. Но, в основном, конечно, мама там все это самое с ней проводила времени, и там у них такие там разногласия тоже были, потому что, ну, бабушка, она такая немножко, очень, так сказать, требовательна была. Ну, это все еще связано, кстати, с старшским маразмом, на самом деле. Сама бабушка, она очень добрый человек, она всегда была очень хорошая, добрая, отзывчивая такой, да, а вот по старости, она вот эта, ну, какая-то там, вот эта вот, видимо, из-за боли, потом вот это вот, это вот, это вот, короче, жалко, конечно, все это было, надо все это смотреть, вот. Вот, и в итоге мы все-таки решили, что надо отдать ее в дом престарелых, тем более в Германии в дом престарелых, это довольно-таки хорошее заведение, отдали мы ее в дом престарелых, там она поправлялась потихонечку, мама уже была, так сказать, свободна, мы приезжали к ней каждый выходной, то есть, ну, мама приезжала к ней каждый выходной, брала там, то меня сбрала с собой, то еще, то брата моего брала с собой, то еще кого-нибудь там из родственников, там, ну, короче, периодически навещал каждый из родственников нашу бабушку, а мама каждую неделю, каждые выходные, когда ездила. Вот. Там она прожила целый год, потом ей поставили прививку от короны, и в 2020 году в апреле она умирает. То есть я родила ребёнка в январе, вот, Данечку, в январе я родила, 3 января, и это самое, я думала, сейчас он, когда, ну, месяца 3-4 ему будет, это самое, когда он более-менее такой, знаешь, подвижный, так сказать, будет, когда ребёночек маленький, с тем он как бы личинка, и ему совсем ничего неинтересно, и как бы выезжать с ним далеко довольно-таки сложно. Я думала, там, месяца 4 вот ему так будет, и можно будет поехать это самое бабушке показать. Но я не успела, потому что в апреле бабушка вот скончалась. Вот. Ей было на том году уже 93, по-моему, года, если я в расчётах не ошибаюсь, я ничего не путаю. Вот. И да, конечно, это самое, с одной стороны, ну, это жалко, с другой стороны, как бы, ну, понятно, что это так оно и было, да. Но и ещё, с другой стороны, то, что мама всё-таки получила колоссальное облегчение, на самом деле, вот, после того, как бабушка умерла, вот, ну, да, печально, но, с другой стороны, это такой, как бы, камень свалился, да, то, что когда она следила с ней и ухаживала, это был просто кошмар для мамы. Потом каждую неделю кататься к ней тоже было, на самом деле, для мамы не очень хорошо, потому что моя мама, она работает в фирме по уходу за больными и старичками, и она работает 14 дней подряд, нет, 12 дней подряд она работает, и потом 2 дня выходных. То есть, одна неделя у неё утренняя смена, потом выходные у неё, бывает, даже двойная смена, потом неделя вечерняя смена, и потом 2 дня выходных. То есть, раз в 14 дней у неё 2 дня выходных. Вот так получается. И ей ездить ещё в эти самые свои единственные выходные бабушку, намечать, конечно, это самое, тяжко было. Ну, как бы отдохнуть как бы самому тоже как бы как-то хочется, да. А просто мы не могли ездить к ней самостоятельно, потому что этот дом престарелых, он там с русскоговорящими, просто мы искали такой, и он был за городом туда, то есть можно было ехать на поезде, потом на автобусе, но если ездить на выходных, то это получается, ну, выходные эти автобусы почти что не ходят, по-моему, даже вообще не ходят эти автобусы в эти выходные, только там рано утром и поздно-поздно вечером, честно говоря, не помню, честно говоря, как они катались, но там вообще было нереально тогда доехать нам без машины. Я машину не вожу, у мужа прав нет, это самое, и мама нас всегда возила самостоятельно, и никто не мог её, так сказать, освободить от этой должности, от провозов. Вот, так что да, когда бабушка умела, конечно, моя мама сейчас уже вернулась более-менее в норму, сейчас она продолжает как бы работать, ну, конечно, проблемы с дороги какие-то у неё есть, но уже не настолько сильно это всё изматывает её, вот. Вот, это что касается мамы. Так, дальше. Выпрямитесь. Добро пожаловать в танцевальный клуб старшей школы Шика. Очень понравилось, манго было перевезено только 11 глав, а вышла на Аляте 87 глав. Решил себя пробовать, вроде пока не критикуют. Взялся за все роли для перевода манки. Спасибо вам за ценную информацию, пожалуйста. Да, вот эти вот самые брошенные тайтлы, это самое, когда берут новички, как они обычно стараются сильно не критиковать, потому что это самое, потому что, ну, хоть кто-нибудь переводит, знаете, такая радость такая появляется. Спасибо вам за то, что вы такие труды выполняете. Люди, помогите. Почему у меня фотошоп-шрифт очень мелкий, даже если выкрутить на максимум пункты? Скорее всего, у вас стоит разрешение большое. Сейчас я включу его и покажу, в чем прикол может быть. Возможно, у вас стоит, обычно как бы для работы за, как бы, опять, картинками для компьютеров, вставляют 72 DPI, то есть разрешение 72... Сейчас, секундочку, перетащу его сюда. Надо что-то открыть, какой-нибудь файлик. Так, вот давайте вот эту картиночку откроем. Так, смотрите, вот здесь кликаем, значит, изображение, размер изображения. Смотрим, у нас есть разрешение 96 пикселей, при этом стоит галочка resampling. То есть если галочка resampling стоит, то все должно быть прекрасно. То есть, смотрите, я вот беру текст, ставлю какую-нибудь там полурум, какую-нибудь пилибердушку. Давайте я побольше немножко сделаю. Вот размер DPI 12 сделаем. Вот, в принципе, нормальный текст для манрии, да, то есть как бы вот эта часть, вот эта часть, вот эта часть, вот это, и все в таком размере как бы более-менее нормально выглядит. Если я кликаю изображение, стихонечку, вот так вот, изображение, размер изображения, меняю разрешение на 300, при этом resampling стоит, да, то есть у нас было, допустим, если в сантиметрах стоит 96, да, в сантиметрах все так и остается. Почему? Потому что это как бы разрешение на сантиметры не влияет, это влияет только на пиксели. Вот в пикселях, кстати, было 96, да, если я ставлю 300, то у нас увеличивается в пикселях картинка, да. В сантиметрах она, что до этого вот так была, 96, да, то есть она была 32 на 21, что с размерами вот такими, она все равно остается одного, ну, как бы одного и того же размера. Это если мы resampling поставили, да. Вот, кликаем ОК, мы ставим resampling, увеличивается, получается, наша картинка в пикселях, она увеличивается, да. Смотрим наш шрифт, он остается таким же 12-пунктовым. Теперь делаем назад, и теперь мы делаем то же самое, но при этом убираем калочку с resampling. Здесь посмотрим, было 96, ставим 300, у нас, видите, сантиметры сразу убрались. То есть с resampling они это самое, как бы уменьшается, картинка сама, как бы она немножко суживается. То есть была 32 на 21, и тут она вдруг раз и сужилась. Пиксели сейчас поставить не могу, почему-то, почему-то, почему-то не могу пиксели поставить. Потому что resampling у кого-то, да, поэтому пиксели нельзя поставить. Ладно, в общем, вот так вот ставим, теперь нажимаем ОК, где наш текст. А, я его удалила. Пишем текст размер 12, и вуаля, он у нас уже больше стал, да. То есть раньше 12 размерчик был намного меньше такой, да, видите ли, какой он был. А сейчас 12 размер это вот такой вот. Если мы сейчас сделаем режим размер изображения меньше, то есть разрешение будет меньше без resampling, да, ставим обратно 96, ОК. Кликаем на наш текст и смотрим, у нас уже размер текста не 12, а 37. То есть если сейчас вот этот размер поставим 15, секундочку, вот этот, вот этот, вот этот, вот так, вот так, то 12 получается гораздо меньше стал. То есть до этого 12 был такой большой, а сейчас 12 он такой маленький. То есть это как бы из-за вот этого, как бы, путаница в этих разрешениях, да, получается так, что у вас, ну, размер шестра тоже меньше. То есть, скорее всего, когда картинку вам делали, делали картинку вот эту саму, там была какая-то фигня вот с этим вот, с размером изображения, когда вот меняли вот эти вот разрешения, забыли поставить resampling, и вот такая путаница получилась. Так что да, в таких случаях приходится брать размер шестра побольше. Либо же пытаться как-то, как-то вот, от помощи этого режима изображения привнуться к изначальным размерам. Но когда мы играемся с этими размерами картинки, то это самое, пиксели у нас становится все какие-то размытые, это самое, может быть, там какие-то артефакты новые появляются. Ну, короче, не очень хорошо получается. Так, это мы выключаем. Так, дальше что у нас? Поехало. Следующий вопросик. Это что касается, почему скрыт очень мелкий. То есть это связано с разрешением картинки. Ой, может, как-нибудь подробнее потом расскажу, не знаю. Люди, помогите, почему у меня в фотошопе шрифт очень мелкий, даже если выкрутить на максимум. А, это то же самое. Просто в двум разным видео один тоже в комментариях написал. А в какой программе лучше тайпить? Тайпить лучше в фотошопе. Вообще лучше всего тайпить в индизайне, потому что эта программа просто создана для тайпа. Там очень хорошо тайпить. И даже в иллюстрейтере удобнее тайпить, чем в фотошопе на самом деле. Но в иллюстрейтере это все-таки немножко другая тематика. Можно как-нибудь тайпить на телефоне? Можно. Ты что, за мазохист? Его спрашивают. Да. Ты что, мазохист? Он говорит, да. Да, но вообще не рекомендую. Пробовал, провалился, если что можно, на PixArt. Есть программка «Добавить текст» называется. Я уже перед... Я сейчас опять-таки картиночку эту вставлю сюда, чтобы вы видели ее. Вот в этой программке можно свои шрифты добавлять. То есть скачивать на телефон шрифты и их использовать. Труд ко всему большинство вот этих эффектов, то есть там обводка, тени, эти самые, еще вторую... Я не помню, это вторая обводка. Можно я поставить буквально или нет? Честно говоря, я не помню, не буду сейчас сказать. Ну, короче, там основные все наши функции для тайпа там в этом приложении есть. И им можно пользоваться. Вот. Дальше что? Спасибо большое. Я уже точно, уже очень давно хотела попробовать с этим заняться. И даже сохраняла это видео. Но руки так и не дошли. Но сейчас буду стараться научиться. Пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. И все пошли проверять уведомления в ВК. А, да, у меня там во время видео, скорее всего, там был бы выскочил какое-то сообщение. И все пошли проверять сообщения в ВК своих. На что я подписался? Говорили они, по-тянешь, английский. Перевел два дня, потратил. Перевел. Два дня потратил, чтобы перевести. Редактор слился. Клинер или как там его слился. Оставили новичка одного с переводом. А труды жалко. Сижу, редактирую. А вот теперь клинить буду. Чувствую, гамни, гамницой еще то будет. Да. Вы молодец. Ему говорят. Да, вы молодец. Потому что это, ну, когда сливаются люди, это тоже такое не очень приятно. Особенно были у нас моменты такие, что молодец. Я говорю, что я все почти готова, готова. Сейчас это самое, буквально, далее еще пару дней, я тебе закину, все, у меня вообще все готово. Просто компьютер там что-то полетел. Сегодня я не с компьютером. Сегодня я там. Какие-то отговорки, отговорки. И, кстати, ты ничего так и не получил. То есть там проходит месяц, два, три, а главу обратно, ну, так и не получил в итоге. Приходит делать все самому. Хотя вроде человек говорит, что там все готово уже. Сейчас, буквально сейчас сядет, компьютер не пришнет. Ой, были и такие случаи тоже у нас. Где вы это все делаете? В фотошопе. До чего же информативное видео с конкретными пожарными примерами? И главное, без лишней воды. Спасибо. Мне кажется, там воды довольно-таки много все-таки в моих видяшек. Идит склеивание магии. В каком формате сохранять изображение? Ага. Так, где звук? Я уже говорила, звуки у нас были заблокированы, потому что было нарушение авторских прав. То есть, когда заливало, еще нормально было, когда через какое-то время появились вот эти вот нарушения. Все круто, но микрофон не очень. Да, это я согласна. Когда я только начинала записывать вляхи, микрофон взял, мягко говоря, не очень был. Да мне только что-то перло, что я как бы учусь клинить. Но вот для вот этого вот нужен тайп. А для тайпа нужен перевод. А для перевода нужен японский. Но придется с англою переводить. Тяжело. Да, это самое. Там все взаимосвязано. Поэтому либо... Груча надо как-то... Если вы в команде работаете, желательно, чтобы у вас были контакты вот со всеми участниками вот этих вот. И тайпера, и переводчика, и это самое клинио, чтобы они как бы реально в команде работали, да? Для такого дела. Божечка, спасибо, ты так мило коротавишь и объясняешь, что понятно. Коротавлю. Коротавлю, как я говорю, я в детстве, ну, меня прям заставляли сильно эту самую букву R выговаривать. Я ходила к логопеду, и ничего не это самое, не получалось. А в итоге выяснилось, что у нас немецкие корни, и... А немцев вот это вот R, это как бы довольно-таки стандартная буква R, нормально произношу я немецкую букву R. То есть у меня, видимо, из вот этих вот немецких корней мне вот эта буква R так произносится. Я, ну, я сколько ни старалась, я ничего не могу с этим делать. Я реально, я даже, будучи взрослой, я смотрела ролики, как-то исправить букву R, чтобы не коротаясь. И у меня не получается. Я не понимаю, как это... Говорят, горлом говорить, это как-то оттуда. Ну, я вроде как так и говорю, но как-то... Ну, короче, я просто не могу допереть, что я не так делаю, когда говорю букву R. Поэтому, коротавлю, да. Есть такая штука у меня, что я коротавлю. Не сильно, но это самое, коротавлю. У меня никак не получается убрать прозрачный фон, прозрачный фон у вас не получается убрать. В каком плане прозрачный фон не получается убрать? В чем разница между клинированной тушью? У вас не получается убрать прозрачный фон. Что имеется в виду под прозрачным фоном? Прозрачный фон у вас не получается убрать. Типа то, что там такие эти самые кубики вы видите, или что? Что вы имеете в виду под прозрачный фон? Если в фотошопе вы видите кубики, давайте опять-таки покажу на примере. Давайте уже другой пример. Вот этот вот. откроем так этот фон мы превращаем в обычный слой и теперь смотрите если я сейчас возьму резинку начинаю вот такую резиночку начинаем стирать получается 3 квадратики это получается прозрачность если я сейчас эту картинку сохраню то я им в сохраненном виде я не увижу вот эти вот квадратики я увижу там прозрачность пустоту получается обычно пустота она белая да то есть я в этом месте я вижу белый фон тем программе как смотреть если на программе допустим черный фон то я хочешь черную я понимаю теперьских допустим какую-то кисточкуglichен сделаем новый слой кто будет под этим давайте повозже кислоту сделаем вот как это вот эту тату вот так куда вы снять под этим слойего ты чего-то рисую так то есть если вы от руками что-то у меня гораздо больше там сейчас вот это вот прозрачность то есть вот эти квадратики при сохранении они не будут квадратиком Auto Они будут просто, ну, прозрачность. Они просто сделаны в картинке, чтобы обозначить, что там прозрачно. Вот, так что, если вы это имели в виду, то их убирать как бы и не надо. То есть, а если вы хотите его, чтобы оно там было все-таки белое, то просто делайте фон какой-нибудь, сам вниз его поставьте, и сделайте этот фон изображения, ой, слои, точнее. Где тут у нас? Новый задний план из... задний план из слоя. Клик, и это у нас фон встал. У него будет цвет такой, какой выбор у нас вот здесь вот. То есть, если, допустим, сейчас я... секундочку. Если я сейчас здесь поставлю фон красненький, вот такой, да, кликаю слои новый... Сейчас, секундочку, надо выбрать слои. Слои новый задний план из фона, то бац, он становится красненький. То есть, только цвет, который у нас вот тут выбран, таким будет и фон. Вот. То есть, мы его ставим беленьким, и это самое, и он будет у вас белый фон, как надо. Я думаю, что вот в этом проблема была. Ладно. Если это так, то... Ответила на вопрос. Если нет, то перефразируйте, пожалуйста, еще разочек. Вот ваш вопросик. А можете, пожалуйста, подсказать, где можно пачкой скачать ваши шрифты и узоры. Очень надо. Я оставлю ссылочку под описанием на узоры, а вот на шрифты я ссылочку оставлять не буду. Почему? Я уже говорила в другом видео. Я не хочу выкладывать недоделанный продукт. Начал переводить в меньян. Маньхуа. Как это читается вообще? Без понятия. Маньхуа. И вспоминаю ваши уроки. Теперь возникла проблема и снова началась к учебе. Еще раз спасибо за подробное объяснение. Пожалуйста. Рада, что кому-то они пригождаются в моей уроке. Спасибо вам. Пожалуйста. Ну, в общем, как это делается? Ахахахах. Ну, в общем, как это делается? Ахахах. Клинка. 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 Под звуками вкратце. Хорошо. Давайте последний вот этот комментарий на сегодня, именно сейчас заканчив, то снова уже видео почти час идет. Надо их разделять по кусочкам. На первый раз попадаются ваши, не первый раз попадаются ваши видео, и быстро просмотрев несколько из них, у меня возникло только один вопрос. А зачем вы себе так жизнь и работу усложняете? Ведь есть же прекрасные инструменты, как лосос с заливкой с учетом содержимого. Точечное восстановление кисть, западка в конце концов. У них всех много настроек, из них можно подавать наиболее подходящий для себя вариант. Насколько я вижу, у вас фотошоп не из старых версий, соответственно, достаточно умный, чтобы справиться с такой надписью. Но даже если он и не полностью все хорошо сделает, то работать с тем, что он выдаст, намного проще, чем замазывать все штампом изначально. Это же колоссально экономить времени и нервы, затраченных на клин. Совершенно согласна. Просто, видите, это было просто дело привычки. Я очень долгое время работала со штампиком, да, и вот эти вот в старых версиях фотошопов, вот эти вот, как вы говорите, вот лосос с учетом, заливка с учетом содержимого, либо же западочка, они работали очень как бы криво, ну, очень криво. И я настолько привыкла, что я вот даже все уроки в основном делала со штампиком. Но у меня есть еще уроки, где это самое, где про западку хотя бы говорю. Я также хотела сделать урок по поводу вот этих вот выделения с учетом, заливка с учетом содержимого, все вот эти вот, все конкретно вот эти функции, как бы рассказать поподробненько, что вот каждая клавочка из них означает. Ну, не хватило пока что на это времени. А так, да, это просто дело привычки. Я понимаю, что во многих случаях уже гораздо удобнее было бы делать просто западочкой. Я в последнее время старалась как бы, как сказать, преодолеть свою привычку не только с этим шестампереработать, но еще и хотя бы заплатку использовать, да, потому что как-то, ну, как-то попроще всех остальных в плане выделения области. Вот, ну, да, привычка такая штука, что не так сложно, не так просто от нее избавиться. Ладно, давайте на этом заканчиваем. Еще давайте потом, может, видео запишу. Сегодня, наверное, уже не смогу. Посмотрим, короче. А смогу и не смогу. В общем, сейчас на этом пока заканчиваем. Осталось буквально чуть-чуть уже этих, осталось комментариев еще. И мы уже дошли до годового этого самого. То есть год назад эти комментарии остались, да. Вот это вот, вот это вот осталось совсем чуть-чуть. Мне кажется, еще одно видео, и я с этим с комментариями закончу. Ладно, на этом пока что все. Спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok